Доброе утро, мои дорогие! Итак, у нас сейчас прогноз на недельку. Смотрим, эти карты в основном показывают государственные дела, но тем не менее. Давайте пойдем по каждому дню недели. Так, у нас понедельник говорит двойка посохов и отшельник. Во-первых, очень может быть, что отшельник, двойка посохов, она показывает некую стратегию, выбор. Это, возможно, даже связано с выборами поправки в Конституцию, да, и что хочется сказать сразу на понедельнике, да. Ну что, уважайте себя настолько, чтобы не быть пыльной гитарой, которую достают раз в полгода. Обязательно сходите и проголосуйте за поправки Конституции. Обычно я политику не трогаю, но хочется сказать и отметить, и вспомнить тоже свое прошлое, что обычно за ответы в политике и в истории у меня всегда был высший балл. Но, честно, гадание по картам и политика, это все равно, ну, для меня я всегда разграничивала, это было разное. Но если я через свои расклады смогу донести, что поправки в Конституцию очень даже нужны для нас, для людей, у которых какие-то минимальные пенсии, какие-то минимальные пособия, и не в плане того, что нам должно государство, а в плане того, что мы все-таки голосуем за свое будущее. И это не касается выборов президента, да, но это касается поправок в Конституции, из-за которых может зависеть ваша будущая пенсия, да, либо пособия, как у поддержки малоимущим, да, чтобы у нас было меньше нуждающих, чтобы у нас была доступна любая работа, чтобы вы, если хотите устроиться на работу, на ту, которая вам нравится, она у вас была. Поэтому я прям с начала недели с понедельника вам призываю, идите обязательно голосуйте и вносите поправки в Конституцию, тем более в понедельник выпала карта Отшельник. Так, у нас этот расклад на неделю. Эти карты показывают государственные дела, и хочется сразу отметить, что, так, у нас поправки в Конституцию голосуют до 1-го числа, у нас здесь интересная карта на понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На пятницу, будьте, пожалуйста, бдительны, будут какие-то, знаете, очень такие скользкие интересы и вопросы, если вы занимаете должный пост в правительстве, да, либо вы хотя бы депутат, не идите на провокации именно в пятницу. В пятницу достаточно скользкий день в этой неделе. И законы, которые будут приняты на этой неделе, внесены в поправку. Смотрите, здесь и бабочка. Так, сейчас, минутку. И бабочка у нас, девятка пентаклей, преобразование, преобразование и подъем. Ну, в общем, я хочу сказать, законы, принятые в Российской Федерации, будут достаточно успешны для простого народа, поэтому не стоит опускать руки, значит, в понедельник уже держите в голове, что вам нужно проголосовать. Не позволяйте себе на этой неделе быть под настроение, или так, знаете, время от времени. Уважайте себя так сильно, чтобы не быть закуской на чужом празднике жизни. И у нас в понедельник, в среду, вторник у вас, удачный день, я сразу говорю. Теперь те, которые смотрят мои расклады, у вас счастливый день во вторник. Это день у нас Марса, день воина, день победоносный такой. Так, здесь у меня рыцарь посохов и семерка пентаклей. О чем она говорит? Даже во вторник вы столкнетесь с тем, что то, что вы делали, оно все-таки дает плоды, как бы тяжело вы ни старались, как бы вы ни вкладывались. Во вторник у вас будет какое-то небольшое поступление денег еще. Но и удачный день тоже, среда. В среду уже, так, у нас 29 понедельник, 30, 30, ну да, вот первое. Все законно принято в Конституцию, да. Дальше карта пятница. Я сказала пятница, да, пятница. Ну, лучше, знаете, с четверга на пятницу. Будьте внимательны и не ведитесь на провокации. И вообще, отличная неделя, как бы, знаете, как будто сбора своей команды, своих людей. Будет улов, вы будете вне конкуренции. Вам сделают предложение, которого вы достойны. Дальше, если у вас ваш торговый оборот зависит от людей, у вас будет достойный улов на этой неделе, клиенты к вам пойдут, все идет как положено. Это вы, конечно, к выходным ближе сделаете уже анализ. Дальше, смотрите, поправки в Конституцию. Они будут приняты как в пенсионном фонде, как и во многих государственных учреждениях. Карта воскресенья говорит нам о том, что, ну, отлично, не прогибайтесь, не идите на пролом судьбы, как вы думаете, что это пролом судьбы и вас прогибают. Это не так. Это не так. И я вижу, что на этой недельке у вас будет формироваться ваше будущее, которое вам даст какую-то, знаете, такую вот базу, поддержку. Поэтому уважайте свои нервы, свое здоровье, свою жизнь. Сейчас вы мало можете повлиять на государственные дела, только если поправками Конституции, да, из-за выбора. Если не будете себя беречь, вас могут скомкать, как газетную бумагу. И не хочется, да, чтобы нами подтирались. Пошлите всех к черту, кто заставляет вас подвинуться в своем самоуважении. Уважайте себя, не меняйте свои драгоценные годы в ответ на липкий поцелуй и холодную постель. Вот с четверга на пятницу до четверга-пятница. Вот будет такое вот что-то. Знаете, что лучше все-таки пустота, чем толпа, которой просто плевать на вас. Поэтому берегите себя, цените себя. Краткий прогноз очень даже вышел успешно. Итак, все хлопоты, которые вы на вас взвалили, они очень даже окупятся. И у вас в будущем поддержка какая-то есть у вашей семьи. Посмотрите, вообще-то по законам. Такое ощущение складывается, что те, кто смотрит, вот, да, вот по общему раскладу. Но пока у меня вот нету такого фокусора, чтобы я вам все карты показала, да. Как будто у вас есть где-то возможность, поддержка, например, от государства, поддержка от какого-то человека влиятельна. А вы ее не применяете, вы ее как бы не берете, вы ее не знаете или отодвигаете. Отодвигаете. Так вот, не стоит отодвигать. Сейчас важно делать все вовремя. Пожалуй, это самое главное на этой неделе. Поэтому я надеюсь, что вам не очень мешает такой вот такие блики солнца. Она уже карта разложила. Просто, да, и не люблю слишком долго размусоливать. Конечно, понимаю, чем дольше снят ролик, тем больше люди подписываются, тем больше им интереснее. Но мне все-таки интереснее результаты снимать все по факту, да. Показывать вам, в чем результат, когда результат и от чего результат. Поэтому занимайтесь упорно тем, во что вы верите. Но пересмотрите свою финансовую сферу. Берите помощь, откуда она вам придет. А придет она у вас от того, если вы не отмахнетесь и пойдете на выборы, да, и проголосуете за поправки в Конституцию. Многих людей в этот раз услышат. Все, всем хорошей недели, прекрасного дня. Совет дня пойдет в следующем ролик. Всех люблю. Уважаю. С любовью, Ваша Каролина. Субтитры сделал DimaTorzok